Сейчас мы открываем первый наш магазин, либо что-то вау будет, либо что-то... Надо, чтобы она поработала. Причем это она не она. Слушай, иди нахуй. Вот твой вкус какой-то такой непонятный, вообще стремный. Я хочу ждать еще 20 планшетов. Это что-то нихуя не порешали. Какой это у нас выпуск? Десятый юбилейный, эй. В общем, здорово, пацаны. У нас десятый выпуск Хроника Миллиардера. Я по-прежнему не миллиардер. Всего лишь за эти 10 выпусков мы выросли процентов, наверное, на 30-20. Но все еще впереди. Мы очень много чего делаем, много чего планируем. И об этом мы расскажем в этом выпуске. Значит, сейчас самая главная задача сделать очень качественную IT-франшизу по магазину Bonafide. Сейчас мы открываем первый наш магазин. Стало нам, не поверить, в 6 миллионов. Мы охренели. Мы думали, мы в 3-х, в 2-х уложимся. Вот, поэтому немножко грустно. Но, тем не менее, следующий уже концепт магазина мы будем пробовать за миллион открыть. И не такой большой. Здесь мы прямо от души в центре Питера сделали красиво. Очку и вообще нереально. Дальше мы открываемся в Европолисе, проверяем концепт мини-магазина. Затем открываемся в Сетимоле, в галерее и идем на Москву. Все это работает, все у нас получается. Мы делаем хорошую франшизу, чтобы все все смогли, у всех все получилось. Не Russian франчайзи, как-то у нас обычно делается, типа, вот вам дизайн магазина, открывайтесь. И там ни 1С, ни дизайнеры, ни реклама, ни маркетинга, ничего вообще не контролируется. Этого хочется избежать, хочется сразу зарекомендовать себя очень круто. И, в целом, мы заинтересованы в долгосрочной, чтобы у этих магазинов все получалось, чтобы они росли, расширялись. Понимаете, да, можно открыть там 50 магазинов, срубить бабло, все закрылись и все. Естественно, они за год, за 2-3 хорошей работы гораздо больше могут принести. Но цель у нас не только корыстная здесь, цель, естественно, все-таки благородная. Хочется какую-то идею двигать, чтобы что-то было великое сделано мной, нами. Хочется эту франшизу также двигать на Европу, на США. Сейчас для меня самым главным будет успехом – это открытие наших магазинчиков на eBay и Amazon, прокачка соцсетей англоязычных и посылание туда трафика. Я никогда ничего не продавал за рубеж, и мне хочется уже это почувствовать, понять, что это реально. Либо что-то вау будет, либо что-то типа, ну, облажался, типа никто тебя на хрен там и не ждет. Доброе утро, соседи! Иди ты в жопу! Да-да! Сколько будет франшиз, чем они будут друг друга отличаться, кроме своей стоимости? Ничем. Франшиз будет столько, сколько они будут рентабельны. То есть, если ты открыл 200 франшиз, да, и они у тебя все приносят деньги, да, тем, кто их открывал, то, естественно, наверное, есть смысл чуть-чуть еще больше сделать, вырасти. Но мы не хотим делать так, что, например, в городе уже есть около, там, два, допустим, прибыльных, а третий уже будет так, ну, он будет забирать аудиторию этих двух, и они будут уже вместе не приносить доход. То есть, только сколько получится. Стоимость просто будет определять ваши затраты, которые туда входят. Как правило, только метраж и начальное оборудование. Смотри, какой он клевый. Только он на меня, конечно, не налезет, но он все равно клевый. Я достала, мне, короче, хана будет, наверное. Это все мое. Все мое. Вот, каждую неделю мы ходим и смотрим, что у нас шьется, что выйдет в ближайшее время. Вот так вот, следим за обновлениями. Красный Бонагопа, смотрите. Да, Гопа красит. Красный, это мужские, да? Да. Да, видите, мужские, Раш. Да. О, они. Здесь у нас отдел ОТК. Здесь мы проверяем изделие на качество, выявляем брак. Потом, затем, в общем, девочки упаковывают изделие и потом мы перемещаем все на склад. Здравствуйте. Я являюсь начальник склада. Меня зовут Иван. Значит, заказы у нас поступают после оплаты. Приходят оплаты и бухгалтерия делает расход накладной. Мы ее уже видим. То есть склад уже видит расход накладной, она падает на склад за конкретный день, за определенный день. То есть, соответственно, мы разрабатываем, прорабатываем накладные каждый день, берем отчетный период, это один день, и за один день стараемся сразу проработать весь план наш. Заказы всегда по-разному. В основном, если розничный заказ это от одной до трех вещей, то оптовый заказ может доходить и до 50, и до 100 вещей, и больше. Мы сейчас собираем заказ. Очень большой заказ. Проверяем, что отправляем. Камера, чтобы она в каких-то недоразумениях выявила наши ошибки, либо наоборот. Ошибки 12. Проверяем, отмечаем, по накладной складываем. Как-то такс. Вот эти посылочки уже готовы к отправке. Посылочки, посылочки. Тут имеются как и оптовые небольшие заказы, так и розницы. Собственно, если клиент выбирает с деком, то упаковываем небольшую посылку в дековский специальный пакет, распечатываем, создаем в личном кабинете адресный ярлык на отправку, забиваем сюда, указываем адрес, телефон, клиент, как зовут. Мы стараемся упаковать ваш заказ максимально удобно, максимально компактно, и чтобы он дошел в целости и сохранности, чтобы вы остались довольны. Вадим, а что это? Ярмарка? Да. Пока что это выглядит как ярмарка. Один из наших продуктов Бонас Ди, низкокалорийный, сверх полезный дохуя функциональные джемы. Сейчас будем тестировать вкусы самые вкусные, конечно же, у нас будут. Вот. Сейчас проверим. Каждый поставит свою оценку, и мы будем знать, какой вкус удался, а какой нет. Прям вот как вот домашний такой вот на вид. Паша, только дайте, пожалуйста. Конечно. Так, ребята, идем на дегустацию. Я не пока больше всего понравился. Вот этот все, как мне. Самородина и пылуковоса. Ну вот, да, смородина очень вкусная. Вот твой вкус какой-то такой непонятный, вообще стремный. И какая-то вот как вот... Да вкусный и стремный, просто там много стевии очень. Ну короче, у меня вот тот крайне понравился брусника. А это какая? Вот сам не вкусный. Мне вообще непонятно, что за вкус. А мне вот это вот черника это? Это черника? Это черника. Малине хочется прям вообще просто джем. Ну, в смысле не джем, а не знаю. Это желе. Хочется поменять. С батончиком бы еще. Рекомендую. С малинкой. По цвету мне нравится этот. Глаз вкусный. Нет, глаз вкуснее. А я люблю пыслай. И так, бонус диет. Какие продукты планируются выйти? Буду ли открывать там завод свой по производству? Пока что не планируется, буду только щупать. Вообще идея возникла откуда? Я заметил, что на сегодняшний день нету одного сильного целенаправленного продукта для диетического питания, для веганов с единой сильной политикой, с сильным маркетингом. На сегодня нету. Какие-то монопродукты появляются и то же самое нету сильных магазинов. Возможно, поэтому здесь что-то когда-то вырастет в сторону франчези. Потому что диетических и веганских стильных сетей нету. Они вот такие по два-три магазинчика, что-то там, непонятно, какая продукция, кто что поставит. То есть, опять же, это можно взять, улучшить и получится что-то очень хорошее. Вот, собственно, через вот этот свой продукт, который пробный, я буду щупать данный рынок и понимать, нужно ли это. Когда планируется открытие магазина на ТЦ Синная. Мы строили и строили, и наконец построили! Ура! Будем пробовать одевать манекен. Никогда этого не делал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, обычно выстраивается в магазинах, где не очень высокий ценовой сегмент мотивирует за счет карьерного роста. То есть, типа, лестницы. У нас пока нет никакой лестницы. У нас, поэтому у нас должно быть что-то среднее между теми местами, где человек работает долго и, ну, может работать продавцом, зарабатывать нормальные бабки. И теми местами, где, получается, совсем копье и, типа, ну, стараются круто работать, чтобы вырасти. Короче, это не велосипед, тут ничего изобретательного, все уже есть. Просто нам два цифра, скажем, 30-50, минималка 30, как-то, а дальнейшее уже... Минималка 30, скажем так, человека более-менее адекватного не отпугнет при текущих уровнях зарплат. Скажем, за эту сумму ты с человека ничего не спросишь. Да, слушай, а иди нахуй. И устроиться в среднем магазине, потому что там столько же. Мы не поговорили о выходе в смену плюс процентов. Я же говорю, будет сейчас 3 дня, можно будет, я вам посчитаю, скину разными, если хотите. А, все 3 дня она работает на дисплату. Это всегда так, стажировка. Я вам покажу, что предварительная кастарь плюс 4-5 процентов. Это же основные затраты. Аренды, зарплаты. Все. Виталий сидит уже. Блокенбардер, блядь. Он их пытается с полу поднять, а они все растут и растут. Как это? Я хочу это, чтобы ничего не надо было платить. А что, бесплатные люди не работают? Раф совменили? Да нет, я-то как раз за, скажем так, нормальную оплату труда. Другое дело, что, допустим, я не знаю, как она будет работать. Ну, то есть, надо, чтобы она поработала. Причем это она не она. Ну, и не она, и любая другая. Мотивация для того и выстраивается, чтобы человек получил заплату по своей способности. Ну, нормально. Я думаю, предварительная кастарь плюс 5. Так вот, все. Ну, мы это предварительно озвучим. Вадим не сдается. Вот, запомните мой прогноз сейчас. Давай-давай. Как на фонбете. Открытие Европолиса магаз будет делать примерно от миллиона до полутора. Открытие Европолиса, это к ноябрю? Да. Кстати, по поводу моих продаж, да, я тоже об этом думал, что мои личные сейчас могут так вот обвалиться. По-любому обвалится. И на это сейчас немножко осыпется, потому что откроется розница. Те, кто не очень любят на дом заказывать и что-то ждать, как бы они все будут ездить сюда. Здесь я делаю ставку на то, что это Питер. Вадим, скажи еще раз, пожалуйста. Кастарь? Кастарь, блядь. В такой момент, что-то обсуждали, обсуждали. Вадим, блядь. Да они что-то нихуя не порешали. Я не хочу до ночи здесь. Очкую вообще нереально. А вдруг что? Что, в общем, мы открываемся. Магазин выглядит современно. Видно, что продукт еще наш не совсем... Ну, вернее, совсем не отточен. Над ним еще очень хорошо нужно поработать. Это раз. Наши манекены придут, современные. Здесь еще далеко как бы не так будет выглядеть. Будет еще намного лучше. Да. Это два. Третья. Ну, мы еще над мерчим, подумаем. Он немножко улучшится. И добавится какая-то детализация. Я хочу здесь еще 20 планшетов. Виталь, 20 планшетов все здесь надо. 20 планшетов? Ну ладно, давай 5 сначала. Вот. Они все будут крутить, все будет ярко, нарядно. И тогда будет. Тогда это будет современный европейский магазин, который прям можно засылать. Можно сделать видеообращение? Да. К начальству. Ставьте, пришлите к лебони и скидываешь карбинезон. Па-е-е-е. Да-да. Так вот, это их приходится грузить в контейнер. Куда?